О пользе светоотражателей на одежде дорожные полицейские говорят давно, но зачастую яркий брелок на сумке или браслет на запястье смотрится довольно нелепо. Участники городского конкурса «Стань заметнее на дороге» уверены, что световозвращающие элементы могут органично вписаться в любой предмет гардероба. Перед воспитанниками Ивановских детских садов и их родителями поставили задачу создать оригинальный осенне-зимний наряд с вшитыми светоотражателями. Самый главный критерий – это практичность. Дело в том, что мы преследовали такую цель, чтобы не просто нашили светоотражатели, а потом их сняли, а именно вшили их так, чтобы носить можно было каждый день. То есть практичность и креативность. В финал творческого конкурса вышло 160 работ, по три от каждого детского сада. Кроме того, свои работы представили детские театры моды. Яркие курточки и джинсы будут заметны даже в темное время суток на неосвещенных участках дороги. Наталья Банковская вместе с сыном представила коллекцию «Мы с мамой – самое стильное». Так сходу и не заметишь, что одежда дополнена светоотражающими элементами. Идея долго приходила в голову. Было очень много разных идей. Но в результате мне хотелось сделать что-то более обычное, чтобы можно было в обычной жизни надеться. Так в голову пришла идея показать на пиджачке ребенка город, как бы освещенный. А для родителей, для мам представить платье с цветочным принтом. Сотрудники ГИБДД проводят конкурс «Стань заметней на дороге» уже в четвертый раз. С каждым годом количество участников и качество представленных работ только растет. Самые креативные команды получили призы от спонсоров и сертификаты в развлекательный центр. А главное, стали значительно заметнее на дороге. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.